К нам подключается Эльчин Алайоглу, главный редактор Мили.Ас. Эльчин Белем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Что ж, поистине исторический и значимый день для Азербайджана, 7 февраля, внеочередные президентские выборы, они прошли на всей территории страны. Действительно, азербайджанский народ воспринял их как самый настоящий праздник. На ваш взгляд, какие факторы обусловили безоговорочную победу действующего главы государства? И в целом, какое значение имеют эти выборы для всего региона Южного Кавказа? Вы очень правильно подметили действующие главы государства. Глава государства Азербайджана действует, не только говорит, в отличие от многих глав государств, как бывшие Саддепии, так и других частей мира. Президент Азербайджана Южного Кавказа убедительно и словами, а делом доказал принадлежность народу, принадлежность тому этносу, которому он принадлежит. Не то, что он всегда притворяет сказанное им. Он человек слова и тела. А это, поверьте, мы нищие политические реалии и геополитические фронтиры, которые пересекают наш регион, очень многого значим. Предопределение победы действующего президента обуславливается несколькими мотивами и несколькими факторами. Первый фактор – это, что Азербайджан всегда и везде стремился к тому, чтобы быть демократичным, свободным, самым главным, суверением и свободным. Мы сумели это сделать. Мы восстановили свои границы по всему периметру. И голосование на президентских выборах прошло по всему Азербайджану, а также воспроизведенных от армянского книга территориях. Впервые за последние 30 лет на этих территориях люди голосовали за будущее той страны, которую они освободили от оккупантов. Начиная 20% нашей территории. Второе предопределение победы – это умы и сердца голосующих людей. Мы голосовали не сердцем, мы голосовали разумом. Увы, в последние десятилетия в старушке Европы и в Азии люди стали голосовать сердцем. То есть предопределяли своими эмоциями того или иного кандидата. Но мы решили, что Азербайджанцы, а также все граждане, независимо от политической и религиозной предотвиженности, голосовали разумом. Они, точнее мы, понимали, что мы выбираем не только лидера, не только президента. Мы выбираем своего ведущего через тень, который приведет нас через сталкивающие разломы геополитического ландшафта. Поэтому убедительнейшая победа президента, она была обусловлена и предопределена. Речь не о том, что у него были слабые соперники, речь не о том, что народ голосовал сердцем, речь не о том, что он восстановил территориальную целостность и бытие азербайджан. Речь о том, что президент Азербайджана в течение многих десятилетий упорным, ежедневным, каждодневным, сиюминутным, даже сиюсекундным трудом вел Азербайджан в будущее. Мы расставались день от дня от наслоения пластов того прошлого, которого мы журались. Прошлое, когда мы чуть не следили от того, что до сих пор не можем освободить оккупированные земли, не можем наладить экономику. Ведь Азербайджан тогда был разбитым государством, Азербайджан был слабым государством. Все думали, что Азербайджанам можно подлукать, можно что-то давливать Азербайджанам, можно что-то приказывать или говорить приказным домом. Вот люди голосовали именно из-за этого. Люди голосовали за то, чтобы мы освободились от оков в течение этих десятилетий. И самое последнее, это определение победы на этих выборах, это именно глаз народа. Говорят, глаз народа – глаз Божий. Увы, это не всегда так. Глаз народа иногда приводит к власти неонацистов, диктаторов, бедроедов и других неприятных и частей и систем. Но в нынешнем случае глаз народа именно был глаз Божий. Потому что Бог определил Азербайджану свое предназначение, свою судьбу. Это не факт, это не фатальность, это даже не политическое предопределение или будущее. Мы идем той дорогой, которую выбрали сами. Это дорога терниста, это дорога по анау-хаву, это дорога трудна, это наша дорога. Свободна дорога, свободна людей, которые свободно выбрали своего лидера. А что касается неких возгласов о том, что выборы были не демократическими, выборы были по повышению, используя административные ресурсы, вы уверяете, я этого не видел. Я говорю то, что видел, потому что я свидетель. В день выборов я проехался по всему Карпалу, по всем освобожденным землям. В Шушепу, в Коджалу побывал, в Аскеране, в Конченде, везде я видел радость видеться. Люди чувствовали атмосферу праздника. Праздника от того, что впервые они свободны будете, свободно вдохнув год, воздух свободы, не голосовать. Их никто не принуждал. А что касается отчетов, именно отчетов, дичек ОГСЕ и других организаций, то также я присутствовал на этой пресс-конференции, которая была проведена на теле «Нарм-парк ОПО». Меня, и как многих других журналистов, пытались убедить в том, что якобы они работали не покладая руку, они были объективными, они старались во всем видеть то, что нужно видеть. Но, увы, этого ничего не было. А было предупредили селективный подбор, якобы фактор, выдавание фейков за существующий фактор. Вчера в 7 часов вечера в Баку было свое собрание этих наблюдателей. И знаете, там выяснили любопутные подробности. Оказалось, что факты малейших нарушений составляют всего лишь 3%. А 97% от общего числа наблюдений составляют от того, что выборы были проведены эффективно. И это подчеркнуто в отчете. Эффективно и весьма разумно было все подготовлено. Но что касается всего остального, то бог не судя. Если опираясь на 3%, а не судя на 97%, то тут уж комментировать нечего. Выборы признаны всем миром. И когда говорят, что якобы использовался административный режим даже для того, чтобы организовать радостные гуляния, праздничные гуляния, то это вызывает только саркотический спектр. У меня есть родственники, у меня есть друзья, у меня есть товарищи, которые живут в этих странах мира. Например, в Чиме, в Сантьябрье, кто мог принудить десятки семей азербайджанцев выйти на улицы, размажив флагами, говорить «Да здравствуй, азербайджан!» Кто мог вынудить моих друзей в Бостоне, в Ванкувере, в Антарию, в Лос-Анджелесе выйти на улицы, а также кричать, радоваться? Кто им это запрещал или же командовал или разрешал? Это все ереси, как говорил Винстер Черчилль. Это все то, что нужно нам. Также я процитирую Черчилль, что ни одна звезда не будет зажигаться, если сзади не будет черного полотна. Перед нашей звездой светлый путь, а сзади нас то черное полотно, которое пытается затмить нашу победу. Но это не получится, потому что те силы, которые не хотели победы азербайджанов, как в Азербайджане, те силы, которые не хотят решения этой проблемы, и силы, которые сейчас и препятствуют двусторонному мирному договору между Азербайджаном и Арменией, они также устроят на базе. Уверяю вас, будут также негативные отчеты из Хочингтонского обкома, из других организаций, из других политических сил, которые действуют по методу разделяя и власть, а также по методу политических проявлений. Азербайджан выбрал своего лидера, лидер поведет нас вперед, независимо от того, кто нам будет предоставлять. Потому что страна это как ледокол, а ледокол мало интересует мнение льда, которое он рассказывает. В Южном Кавказе есть уже тонкая ткань, тонкая ткань реальности, бытия мира. Чувствуется много удовольствия. Потому что мир все-таки должен уступить. Он нам нужен всем. Мы устали от войны. Нет народа, который всегда стремится к войне. Это только в сказаниях о Малхале или эпитетских мифах бывает, что народ всегда хочет войны. Если народ желает всегда воевать, то он обречает. В Армении цветет и пахнет бахровым цветом револючиста. Армяне до сих пор не могут понять, что те силы, которые пытаются не руководить, их ведут в пропасть. Как святцы, когда они детей протили в Личпинке. Но есть вопрос в том, что наш регион уже начал преобразовываться. В регионе появились новые марки. В регионе появились новые политические силы. Новые политические игроки. Регион дал крем в сторону глобального юга. В регионе появились новые интересы крупных государств. И несмотря на то, что некие силы на Западе, в том же Франции, в том же Европейском Союзе, в том же Соединенных Штатах, пытаются всячески противодействовать эффективное сотрудничество между Баку и этими регионами, то, уверяю вас, ни США, ни Франция, я говорю о глубинном государстве, а не тех куклах и маринетках из маппетшоу, которые берут диски на экранах и пытаются быть армяном больше, чем сами армяне. Я говорю о тех силах, которые заинтересованы им на процветание нации и государства. То они заинтересованы глубочайшим сотрудничеством с Азербайджаном и расширении грани и возможностей этого сотрудничества. Наш регион пытается преобразовываться силой. Это как рождение хаоса, это как рождение нового бога в греческих вированиях. И наш регион все-таки воспылает к свободе. Я абсолютно в этом уверен. Потому что нет альтернативы мирного существования между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Нет альтернативы некому доминионскому союзу между нашими государствами. У нас будет совместный, абсолютно в этом уверен. У нас будут совместные региональные проекты, трансрегиональные проекты, не стратегические, не политические, но это все в будущем. А в ближайшем перспективе Азербайджан ожидает серьезней перестройки. В Азербайджане будут перестроить весь механизм государственного управления. В Азербайджане, скорее всего, будут повышены зарплаты, пенсии и надбавки. А также в Азербайджане будет усилен именно не нижний сектор и сектор зеленой экономики. Не только зеленая энергетика, но и самой зеленой экономики. Экономические продукты, органические продукты, которые мы будем экспортировать на Запад и на Восток. А также в Азербайджане также будет увеличиваться демографическая кривая, которая ныне вызывает определенное беспокойство у наших недругов. То есть, чем больше нас, тем больше у них каких-то опасений. У нас, честно говоря, это, еще раз повторяю, мало волнует. Нас волнует именно состояние дел в нашем государстве и отношение между нашими друзьями и партнерами. Партнеры у нас увеличиваются. Если вы заметили, мы, господин президент, начали поздравлять даже главу тех государств, которые до недавнего времени потесляли к себе, к холодным сторонникам промежения к Азербайджанам, к тем или иным действиям. Это уже победа. Это уже отзывы к наших будущих победам. Эльчин Мелем, большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. До свидания. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией был Эльчин Аллеуглу, главный редактор Мелит.ас.